Начали оперативку по традиции с доклада главного врача города. На сегодня вакцинированы 11 733 нефтекамца. О коммунизации медики приступили еще в конце декабря 2020-го. Мурат Авзалов озвучил цифры, которые хотят добиться в итоге. Задача перед нами стоит вакцинировать более чем 74 тысячи человек, то есть популяционный иммунитет, это 60% от населения. Как мы сможем эффективно отработать, как мы сможем своевременно и полностью охватить все слои населения по вакцинации, так мы будем констатировать, что мы перешли к спокойному, нормальному режиму жизни. Продолжается строительство дороги на улицах Карцево, Ахмадеево и Городской. Шаг за шагом идет благоустройство площади перед бывшим кинотеатром «Октябрь». Произведено выравнивание до нулевой отметки, начата работа по прокладке, коммуникации, водоснабжению и водоотведению. Установили колодцы под канализацию и на этой неделе запланирована установка колодцев по воде и прокладка трассы водоснабжения. 14 пожаров было на прошлой неделе. В основном горела трава и мусор. А теперь еще и тополиный пух накрыл город. Поэтому Управление гражданской защиты обратилось с просьбой к коммунальщикам и родителям. Прошу незавидительно принять меры по уборке тополиного пуха, так как тополиный пух горит как порох и, возможно, неконтролируемые последствия могут быть. Поэтому обращаемся к родителям, чтобы дети контролировали своих детей, чтобы не было у них при прогулках каких-либо спичек зажигательных принадлежностей. О работе в непростом 2020-м рассказал руководитель Центра социальной поддержки населения Милиуша Мухамедшина. Появление новых видов выплат порой переводило их работу в режим авральный, ведь под опекой шесть муниципалитетов. В том числе по городу Нефтекамску количество получателей за период с начала 2020 года более 48 тысяч человек на сумму более 935 миллионов рублей. То есть одна треть населения нашего города являются получателями мер социальной поддержки. Завершилось оперативное совещание отчетом Гостехнадзора о состоянии городских аттракционов. На проверку приглашали специалистов из Краснодара. Комиссия нарушений не выявила. Редактор субтитров А.Семкин